На самом деле история Видного берет свое начало далеко в 19 веке, когда здесь располагалось Графское имение. Однако известный нам вид город приобрел лишь с появлением коксогазового завода. Решение о его строительстве приняли в 1935. Открылся завод лишь после войны. В 1949 году началось строительство рабочего поселка по проекту Бориса Ефимовича. В центре площадь с масштабным домом культуры. Рядом школьная улица со знаменитыми двухэтажными коттеджами. По этим местам мы ходим каждый день, не замечая, что прикасаемся к большой истории. Сегодня центр Видного считается объектом культурного наследия. Здесь регулярно проводятся экскурсии. Узнать историю родного города решили и ученики Видновской школы номер два. Мы с вами находимся не в новых микрорайонах, а на площади Советской. Это самая наша первая площадь, на которой стоит и наш историко-культурный центр. И посмотрим сейчас через площадь административные здания. Длилась экскурсия всего 30 минут. Однако за это время ребята успели узнать и об истории появления города, и о его видных деятелях – о Павле Гаевском и Тимофее Лемешко. Второклассники слушали с интересом. Экскурсоводы историко-культурного центра разговаривали с ребятами на одном языке. Я бывший учитель, мне легче с ребятами разговаривать. Город очень интересный, старая часть замечательная, а мы, старожилы, всегда можем поделиться и с удовольствием делимся своими знаниями. Мне было интересно, мне рассказывали много, я узнала больше о своем городе. Этого ведь раньше ничего не знала в детском саду. Подобные экскурсии планируется проводить несколько раз в неделю. О них в социальных сетях проинформирует историко-культурный центр. Присоединиться может любой желающий, вне зависимости от возраста. Ведь знать историю места, в котором ты живешь, крайне важно. Такие проекты, они помогают все-таки узнавать культуру, историю. Они нужны, они необходимы нашим детям. Совсем скоро уже в эту субботу Видно отметит свой 56-й день рождения. Город-сад сегодня продолжает расти и развиваться, а его историю храним и делаем мы, его жители. Видное ТВ